Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Сегодня у нас воскресенье и это означает, что у нас мало времени, чтобы сделать все, что мы не успели Потому что завтра уже будет понедельник и это новая неделя Так что давай приступать, начнем пожалуй с заданий Так, открыть колоду, пройти серию испытаний Ну что ж, давай начнем, наверное, знаешь с чего? С карайки Карайка, иди сюда Так, посмотрим, нам нужно с тобой 10 знаков вот этих выбить Попробуем Так, один номер мы с тобой достали Второй, значит еще 8 нужно Давай вот здесь попробуем Ну, как всегда, мне не везет Хотя они должны, по идее, набиваться очень быстро и легко Так, я ничего не буду говорить, потому что вроде бы как, ага, фартит Фартит аж 20 раз Ну, смотри-ка, выпадает вроде бы Давай-ка еще парочку попробуем набить Так, подожди, сколько нам еще нужно? О, еще один Еще один знак Есть Ну что, прокачиваем до четвертой ступени покров тьмы Замечательно Твою ж налево, тут дофига чего нужно будет Две куклы Дарума Две Ну-ка, давай вот здесь попробуем вытащить Нет, тут нам достается пленка с катушкой Так, одну достали И вторую, отлично Ну что же, уже немножко попроще Нам надо будет с тобой два отслеживающих устройства Плюс 10 биноклей и 12 кружек Это уже будем в следующей серии набивать А пока забираем награды за задание Так, открыть колоду Открываем Что нам здесь выпадет? Паукус, я понял Так, здесь забираем Так, поднять уровень персонажа И пройти серию испытаний Ну давай, наверное, быстренько Пробежимся по серии испытаний И посмотрим, что у нас тут Ну, как всегда, все легко Тут Крис Брэдфорд Бибоб Кто там у нас еще? Хан Это первый, кто будет нас встречать Первый, кто будет встречать И, естественно, первый, кто будет погибать На тебе Этого достаточно Так, теперь клан футовцы Четырехрукие Ну-ка Лево у него шаталов, да? Потому что у него не было второго удара Ладно, переходим с вами на последнюю волну Ну, а тут у нас Бибоб Крис Брэдфорд и Паукус Начнем, наверное, все-таки с Криса Да ладно тебе, Усаги Даже не смог завалить Ну-ка, Супер Шеттердор Покажи, как надо Вот и все Диловца на копейку Всех уничтожил своими шипами Отлично Значит, мы прошли И нам нужно еще будет поднять с тобой уровень персонажа, да? Чтобы выполнить все задания из Женевки Сейчас мы с тобой это сделаем У нас мутагена, кстати, сколько? Всего лишь 20 тысяч То есть у меня не получится прокачать Бакстара Стокмана Тут нужно 26 тысяч Так, ну что, я предлагаю тогда, наверное, кого-нибудь послабее прокачать Ну, например, Змея-карай Ты можешь получить? Да 66 уровень она получает И мы с тобой забираем остатки Все Выполнили Так, в магазине Давай, подожди к секунду Вначале нам нужно здесь забрать награды Так 718 долларов А сколько у нас с тобой? Дай-ка я в магазин зайду Так, здесь мы ничего взять не можем Ага 135 монет Ну что, берем тогда 3 ДНК на Шредера Классику Еще 5 ДНК, друзья мои И мы его Прокачаем А что у нас по жетонам? 210 Ну, этого мало Этого, друзья, мало Слушай, а кого мы с тобой будем прокачивать дальше-то? Я вот не знаю Можно, конечно, попробовать Рок-стадии в костюме кролика Ну, пасхального, так скажем, да? Но мне кажется, что лучше всего докачать Кожеголового Тут 75 ДНК из 80 То есть, всего лишь 5 ДНК нужно найти И это проще, чем На тех же самых кроликов Потом можно докачать Рок-стадии Ну и дальше уже на кроликов Переключиться Или же Пита Напиши в комментариях Как ты думаешь, что лучше сделать? Или все-таки Рокула Блин, ну я не знаю, ребят Можно вообще вот этих вот Всех прокачать А потом уже кроликов Как-то вот так вот Ну что же Мы с тобой начинаем Естественно С турнирной арены Потому что мы В лиге мастеров Две звезды Меня сбросили Так, 16 откатов есть Если мы сейчас с тобой Постараемся Мы можем взять топчик Топовое место И, пожалуй, начнем Фанди Это первый тонус Встречается на пути Так, подожди, Бакстар Ты не пойдешь Пойдет у меня Шреддер А вместе со Шреддером Естественно, пойдут Слабенькие Опять же, друзья мои Здесь есть риск Риск какой? В плане Если мы, например Не сможем добить Своими суператаками Вот эту команду То наши головы Здесь полетят Но я надеюсь, что Все-таки у нас здесь Все получится Потому что Супер Шреддер делает Постепенный урон Правда, не на всех Но такая вероятность У него есть Так, отлично Первый бой у нас с тобой Прошел великолепно И надо постараться Как-то нам Сэкономить на откатах Их очень мало Для того, чтобы нам Забраться в топ Наверное, нужно Где-то больше 15 штук Судя по тому, как Мы с тобой Крадемся По-другому это не назвать Так и получится Так, Игорек Тут у нас Два майки Все прекрасно знают Что любой из Микеланджело Имеет Супер Инициативу Так что нам Придется тоже Брать с тобой Довольно-таки Сильных персонажей Это Армагон И Усаги Ну что ж Давай посмотрим Усаги Естественно Начинает первый Делает вертушку А вот потом Я не знаю Кто будет Хан, наверное, ходить Если, конечно, он выживет Или все-таки Микеланджело Или наш Армагон Так Ну пока круто Ага Ты понял, да? Ты видел, кто погиб Вначале Хан Потом Майки То есть они Вдвоем бы Начали бы ходить То есть Армагон Мой уступает им Да Опасно Хорошо, что Усаги У нас был И хорошо, что он Повесил постепенный Урон Иначе бы нас тут Растоптали бы Вот такие вот риски Бывают Друзья мои И Карайка Тоже не забывай Что имеет Супернициативу Так Ну и на какую позицию Мы с тобой переходим На 29 То есть, грубо говоря Мы пролетаем с тобой 10 ступенек Да Нам придется здесь Очень Сильно поработать Попыхтеть Чтобы Выбиться в топ Естественно Здесь не обойдется У нас без откатов Я бы даже сказал Наверное Нам придется их покупать Ну давайте мне 17-24 Ну что вы в самом деле То вот начиная Ведь было же до этого А Вот Давали И как нарочно все В отказ пошел Вот, наконец Так, это у нас Дэн Отлично Тут вроде бы Команда такая Не очень сильная Да Два Рокстеди Плюс Донателла Угу Сплинтер И морозильная кошка Окей Почему мне хочется Прокачать Рокстеди Именно Пасхального Потому что, ребята Он до сих пор еще в серебряном ранге Его нужно перевести уже в золотой Там будет немножко попроще Так, начнем Ромагон, естественно Первый ходит Так как он быстрее И дальше уже Леонарда Пойдет на добивку Ну и естественно Он всех тут завалит Прекрасно Давай посмотрим Так же мы с тобой На 10 ступенек пролетим То есть должна быть у нас Если 29-я позиция была Должна быть 19-я По логике, да? Смотрим 18-я Даже 11 ступенек Мы пролетели Отлично Это меня радует Ну вот теперь Знаешь, что нам придется делать? Придется по два отката тратить То есть мы берем с тобой Армагона Предположим, да? Возьмем с тобой Усаги Ну и дальше Можно здесь в принципе Брать Слабеньких Интересно А у кроликов Что насчет инициативы? Вот например Если они у меня будут 80-го уровня Они будут быстрее ходить? Или как Бакстер Стокман? Он тоже 80-го уровня Он тоже бьет Нехило Но пока до него Дойдет очередь Ты сам знаешь, да? Нас уже Раскромсают Тому пример Была прошлая серия Когда я взял Бакстер Стокмана Вместе с Армагоном Армагон Естественно Все сделал правильно Как нужно Сделал удар Первый Но Бакстер Стокман Не успел их забомбить Своей вот этой волной Потому что У противника Были Были более быстрые Противники Чем Например Мои персонажи И вот тебе результат То есть Как бы сам по себе Он сильный Но из-за того Что он медленный Мы проиграли Так Ну что, друзья Мы еще один бой И мы с тобой уже Вернемся в лигу Мастеров 3 звезды Наверное Нам придется Все-таки сразу Докупить с тобой Откаты Я думаю Что 32 отката Но это за глаза Кстати Кто-то спрашивал Что это за билетики Ребята Это билетики Дающие нам с тобой Откат Если, например Мы идем на арену Да Не имеет значения Какая там у тебя лига Но если ты потратил Предположим Какого-то персонажа Ну ты воспользовался им Да Поиграл То у тебя идет Определенное время На откат Вот, например Здесь 10 часов Чтобы тебе это время Не ждать Ты тратишь Один билетик Вот, в принципе И вся тайна Вот для чего Нужны вот эти Синие билетики Так Ну что Давай Забираем их обратно Ну и Отыгрываем сладеньких Здесь вроде бы Нет никого С офигенной Такой инициативой Если Пересчитать по пальцам Ребята По инициативе У нас Быстрые Это получается Хан Карайка Почти Все Разновидностей Микеланджело И вроде бы Все Ну если бы У них был бы Армагон Естественно Тогда шел бы Армагон Но я Кстати Его ни разу Ребят Не видел Против Ну чтобы против нас Выступал кто-то С Армагоном Или с тем же Самым Усаги Это вот какой-то Парадокс Не знаю С чем это связано Почему именно Компьютер Не подбирает Таких вот Персонажей Против меня Но это факт Ну что же Двигаемся с тобой Дальше Так Лига мастеров Какая позиция 98 Отлично Так Ну что Мы с тобой Берем тогда Здесь наверное Бена Откат делаем На Армагона Плюс Усаги Будем чередовать Усаги Супершреддер И Леонардо Ну и тем самым Мы с тобой Немножечко Будем прокачивать Слабых наших персонажей Хотя Там идет Опыт И если честно Я не могу понять Для чего Он там вообще нужен Этот опыт Если у нас Все зависит От ДНК Как бы Ну вот Логика Мы своих персонажей Прокачиваем За карточки Зачем Тогда нам тут Экспо Непонятно Ладно Не будем туда Угубляться Будем сейчас С тобой здесь Проходить Сегодня Кстати Не забывай Я до сих пор Не прошел Технодром А он Нужен нам Потому что Именно там Мы с тобой Можем фармить Кренга Я вчера Ребят После работы Пришел Я честно скажу Хотел поиграть Но Так вымотался Просто прилег Отдохнуть И до утра Проспал То есть Грубо говоря Я потерял Один день Так Ну что У нас тут Фозия Фозия Ну давай Возьмем Фозию Так Сделаем Откатик На двух Сильных Персонажей И вместе С ними Пойдут У нас Довольно Слабенькие И смотрите Когда выбираете Противника Кто у вас Будет Против вас То есть Если будет Майки Хан И Карайка То для вашего Если вы Слабый уровень Знайте Что они Будут всегда Ходить первыми Потому что У них Очень большая Инициатива Если у вас Конечно Нету Например Леонардо Или Усаги Армагона Я сомневаюсь Что вы пока Найдете Ну это Если Я говорю Про тех Писан Игроков Которые Играют Честно А не на взломке Которые На взломке У них Конечно Уже Все Будет Все Будет Прокачано До платинового Ранга Плюс Все Скиллы Ну и Толку От этого Если он Даже Не понимает Механику Своих Вот Персонажей Так У нас тут Никита Давай Наверное Возьмем Но он Поверь мне Наверное Не успеет Туда же Пикнуть Как мы его Быстренько Разнесем Донателла Шреддер И кожеголовый Идет Против них Поехали Кожеголовый Тоже ребята Хорош Но его Нужно Прокачать У него Всего Одна Массовая Атака Но Зато У него Есть Провокация Ты посмотри Как они Падают И это Все От постепенного Урона Который Вешает Супер Шреддер Но У него Есть Конечно Ребята Один Так сказать Большой Недостаток То что Он на себя Вешает Понижение Медкости То есть Он будет Промахиваться Так Шестьдесят Седьмая Позиция Берем Грубо говоря Нам еще Где-то Семь Боев Нужно Может Быть Шесть Надеюсь Что Всего Лишь Шестью Боями Мы С тобой Обойдемся Так Возьмем Игорька Возьмем С тобой Игорька Здесь Ну Как раз Два Три Слэша Кстати Тоже Было бы Неплохо Прокачать Хотя Кто-то Мне Написал В комментах Что Слэш Слабый Но Мне Почему-то Кажется Что Вот Его Массовая Атака Крученая Буловая Она Довольно Сильная По крайней Мере Когда Он Против Нас Дел Этот Супер Удар Наносил Приличный Урон Сам Я пока Ничего Не могу Сказать Потому Что Слэш У меня Непрокачанный Как Мы Только Прокачаем До Хотя Бо Пяти Золотых Звезд Можно Уже Будет Какие-то Выводы Делать А он У меня А он У меня По-моему Получил Только Недавно Четвертую Звезду Да По-моему Так Анатолий Серега Здесь Есть И Алекс Ну Я думаю Что Возьмем Наверное Серегу Возьмем С тобой Серегу Я Теперь Просто Не представляю Ребята Игру Себе Без Армагона Вот Постоянно Его Беру С собой Нет Но Можно Конечно Попробовать Вернуться К старой Комбе Это Леонардо Иусаги Это Изначально У нас Была Такая Комбинация Которую Мы Начали Здесь В принципе На Арене Рулить До Этого У нас Была Солянка А еще Раньше У нас Был Вообще Топчик На Арене Это Рафаэль Да Именно С Провокацией Но Там Конечно Очень Большие Риски То есть Как бы Сам Рафаэль Ничего Не сможет Да Как говорится Он Не пострадает Сильно А вот Тот Кого Он Прикрывает Те Да Те Получает Колоссальный Урон Так Ребят Мы С вами Переходим На 46 Позицию 46 Да Ровно Почти Половина Так Ну Что Суат Какой У нас Тут Берем С тобой Супер Шредера И О Крэнк Блин Крэнк Как бы Меня тебя Быстрее Прокачать Хочу Просто Чтобы Он Был Уже Платиновым Такой Зелебоба Здоровый Ну Ка Супер Шредер Отлично На всех Повесил Постепенный Урон Прикинь На всех Это Круто Ну И Конечно Ж Кстати У Супер Шредера Да Очень Высокая Инициатива Я смотрю Может быть Даже Одна Из сильных Я единственное Что не делал Это не проверял Его С Майки Или с Ханом В паре Кто из них Быстрее Так Ну что 37 Позиция У нас Да Так Ну ладно Посмотрим Ну Давай Возьмем Ранита Возьмем С тобой Ранита Лео Лео И Вместе С ними Вот Этих Слабых Наш Персонажей Десятого Уровня Так Слэш Кстати Донателло Ролевой Тоже Мне кажется Неплох Потому что У него Есть Супер Удар Массовый Который Тоже Может Положить Постепенный Урон Это Он Когда Выпускает Фаерболы Но Я Тоже Про него Пока Ничего Не могу Сказать Потому что Он Ну Не прокаченный У меня Причем Очень Сильный Не прокаченный Так Ну что Друзья Мы Остаются Буквально Тут Чуть Чуть Наверное Три Поединка Нам Еще С тобой Надо Будет Сделать И Все И Мы С тобой Будем На первом Месте Лука И Даун Давай Возьмем Даун Сюда И Вот Так Вот Отлично Бойцы Наши Потихонечку Заканчиваются Но Я думаю Что Мы С тобой Естественно Зайдем Уже В топчик И Половину Даже Здесь Не отыграем Донателла И Эйприл Вместе Конечно же С Рокстеди Так Прекрасно Я вот Обожаю Когда Они так Делают Когда Что Супер Шердер Да Что Тот же Самый Усаги Вешают Именно Постепенно Урон На всех Противников То есть Это Уже Уже Дает Гарант Того Что Они На свой Ход Будут Погибать Естественно Там Должна Большая Часть Здоровья Отнята Ну Ка Какое Место 16 17 Ну Да Наверное Нам Еще Два Поединка Придется Соловьев О Соловьев Ну Ка Давай Иди Сюда Соловушка Так Супер Шредер Раз Два Три Окей Ну Тут Ребята Мы Разнесем Их В пух И прах Майки Этот У нас Не Катируется Сейчас Погибнет Видишь Потому Что На нем Был постепенный Урон Было бы Еще Хорошо Если У кого То Был Постепенный Урон С эффектом Вампирика То есть Если Противник Например Погибает То Часть Урона Который Именно Нанес Постепенный Урон Возвращалась Моему Бойцу Было бы Вообще Круто Так Ну Что У нас Какая Десятая О Четвертая Позиция Все Ребят Последний Поединок У нас У нас Даже Останется С тобой Десять Откатов Это Хорошо Возьмем Армагона Возьмем Леонарда Я даже Не буду Брать Там Своих Сильных Бойцов Хотя Можно Было бы Даже Можно Было бы Не тратить Откаты Если честно Там Взять Арфаэля Майки Еще Кому Нибудь Нам Тут Всего Нужно Было Пройти Ну Я Уже Решил Так Сделать Так Давай Армагоша Бомби Мон Дагека Наверное Сразу Упадет Так Точно Ну И Добиваем С тобой Остальных Всех Все Ребята С ареной На сегодня У нас Покончено И мы Спокойненько Переходим С тобой На События На Испытания Это Технодром И это У нас Платиновое Испытание Ну Что Забираемся С тобой На первое Место Окей Переключаемся И вот Ребята Испытание Так Усиление Технодрома Кстати Здесь же У нас Блин У нас Офигенный Был бы Фарм На самом Деле Потому что Здесь И Бибоб И Рокстеди И Шреддер И Крэнк Окей Ну Кого Нам тут Дают Ну Я бы Не сказал Что Самую Такую Имбу Но Тем Не Менее Нам Хватит Я думаю Для Чтобы Пройти Полностью Это Событие Так Три Волны Да Здесь Можно Автобой Поставить Че Тут Они Соркового Уровня Мы С ними Должны Быстренько Здесь Разобраться Ой Ой Что Ты Сплинтер Даже Не смог Добить Хотя Разница 30 Уровней Так Майки Судар Сносит Лео Соответственно Тоже Рафаэль Ну Молодец Сплинтер Хоть Здесь Сразу Заштал Так А здесь У нас Бибоп И Рокстеди Собственной Персоной Давай Посмотрим Молодец Донни Минус Ну Тут Вообще Все Изей Да И Теперь Мы Например Можем С тобой Фармить Бибопа Но Он Один Там Ребята Знаешь Сколько С ним Барахла Всякого Идет На фарм Ты Видел Сейчас Тебе Покажу Смотри Можно Выбить Вот Это Вот Все И Никто Не даст Тебе Гарантии Что Выпадет Бибоп Вот Здесь Уже Шанс Повышается Здесь Уже Можно Либо Рокстеди Либо Бибоп Выбить Но Все Равно Очень Много Хлама Ненужного Для Меня Поэтому Лучше Все Крэнга Я Не Знаю Ребята В понедельник Надо Будет Попробовать Опять Ж Мне Хоть Мне И На Работу Но В Ночную Смену Я Успею Еще Немножко Поиграть Мы Еще С тобой Успеем Наверное Бустануть Но Запись У меня Будет В понедельник А выложу Я Наверное Только Во вторник Вот так Вот Получится Потому что Я перед Работой Не успею Ребята Вот И Надеюсь Будет Буст У нас Хороший И Надеюсь Что Будет На Этой Неделе Кто Нибудь Из Нормальных Персонажей Мне бы Сейчас Вот Не помешало Если У нас Идут Сейчас Классические Да Персонажи Воткнули Бо Они Туда Крэнга Классику Было Бы Круто Или Шредера Тоже Было Неплохо Так Ну Тут Ты сам Понимаешь Тут Все На Изи Пятидесятый Уровень Доня Делает Усиление Нашей Команды Абиба Прешил Имунку Поставить Не знаю Зачем Она Ему здесь В любом Случа Не поможет И переходим С вами На последнюю Волну Это Что у нас Ага Вот мы С тобой Добрались До Технодрома Сплинтер Решил Пробавить Нашу Команду Отлично Эй Майки Что такое Это Вот Совсем Другой Разговор То есть Это Был Как бы Первый Этаж Первая Клешня Их Всего Здесь Будет Сколько Две Или Три Ну В конце Уже Будет Глаз Глаз Нехнодрома Но Рокстеди Классический ДНК Мы с тобой Выбили Здесь Ребята Вот Если мы Проходим На три Звездочки Можем Фармить Шреддера И Рокстеди Поехали Так Шестидесятый Уровень Тут Конечно Есть Опас Давай Наверное Уберем С тобой Сплинтера Слишком Велик Риск Что его Здесь Забомбят И Наверное Тут Пять Волн Будем Сами Разруливать У нас С тобой Не забывай Здесь Два Хиллера Причем Довольно Хороших Плюс У нас Есть Уклонение И Офигенная Защита Которую Дает Нам Донателло Ну И Сколько У нас Две Массовые Атаки Но Одна Из них Самая Имбовая Которую Дают Леонарда Естественно Верченная Вот Крученная Вертушка Его Микотанами А вот Которую Дает Донателло Именно На Сюрикены Так себе Не особо Она хороша Конечно Но На добивку В принципе Сгодится На добивочку Так Тихо Буча Сплиттер Они бы Наверняка Бомбили Именно Его А так Как у нас Донателло Идет С ламик Им Они Естественно Начинают По нему Стрелять Так Ну что Би Попрок Сиди Вот Давай Сейчас Применим С тобой Отлично Так Минус Клан Футовец Минус Второй Маузера В топку Иммунитет Вешит А слушай А кто дает Вот этот Вот постепенный Отхил Ты заметил Вон Смотри Например Урокс Здесь стоит На постепенный Отхил Кто Кто ему Повесил Наверное Это был Маузер Скорее Всего Когда Орал А может Быть Это был Даже Блин Я не помню Ребят Этот же Не успел Сходить Да Клан Футовец Да и Маузер Вроде бы Тоже не успел Сходить Может Это как Пассивка У него Идет Так Разобрали Мы первую Клещню С тобой Вот у нас Вторая Которая Немножко Посерьезнее Будет Но мы Сейчас Вот так Сделаем С тобой Раз И вот так Вот Наверное Добьем Два Все Пока Нормуль Ну что же Мы с тобой Двигаемся Дальше Конечно Если у нас Идет Усиление Технодрома Лучше бы Здесь Было бы Что-нибудь Посерьезнее Шредер Классический Я имею Посерьезнее В плане Награды Ну что Это Ну одно ДНК На кренга Прям Как-то Несерьезно Причем Бойцы Здесь 75 Уровня В конце Будут 80 Получается Так Ладно Минусанули Мы этого Маузера Так Эти банки Консервные Достали А Поехали Сюрики Давай Добьем Вот эту Банку И последнюю Тут уже 6 Волн А на Последнем Событие Что-ли Будет 7 Так Я думаю Может быть Нам врубить С тобой Ярость Рафа Чтобы Уж Валить Их Всех С полточка Да Давай Майки У тебя Две Атаки Просто Ударим Наверное Вот Начинается Рафаэль Давай Вали Его Четенько Добиваем Клан Футовца И у нас Уже Вот эти Две Консервные Банки Остаются Со своими Щупальцами На тебе Оу А че так Че так Паршивень А у него Пониженная Атака Я думаю Чего он Не смог Добить Третья волна Опять же Здесь Биба Прокстеди Не буду я Пока ставить Защиту Массовую Она здесь Не нужна Мне кажется Минус Клан Фут Минус Еще Один Давай С тобой Давай Вот так Сделаем У нас Ох ты Ох ты Ох ты Че делает Посмотри Что это творит А Ну Понимай Понимай Ребята Что они Вытворяют Опачки Тихо Ну Они Дают Конечно Тут Джазу Еще Еще И защиту На себя Поставил Ты Посмотри На него Эти Вот Массовые Атаки Вообще Опасные Что у Него Устрел С Гранатомета Да Я бы даже Сказал Да Что Тебя Ты Посмотри Он Опять Отнял Здоровья Блин Донни Ты Че Такой Вялый Нам Нужно Захиливаться Туда Получается Так А там Будет Технодром Блин Щупальцы Вначале Так Ладно Попробуем Сейчас Справиться Ну Что Там Первый Этаж Да Потом Второй Этаж И Третий На третьем Этаже Уже Будет Сам Крэнк Походу Дело Давай Пробивной Попробуем Сделать Отлично Переходим Свой На второй Этаж Массовый Да Понятно И я Наверное Слушай Сделаем Вот так Вот С тобой Ярость Чтобы Наши Атаки Усиленные Были Майки Так И защиту Повесим Здесь Она будет Очень Даже Кстати Молодцы Добили Ну И что Последняя Волна Вон Она Там Стоит Крэнк Рокстеди Шреддер Так Начнем С кого Ага По шреддеру Можно Усильно Бомбануть Но Не добили Теперь Массовую Атаку От Леонарда Вертушка Оу Ха Найс Что там Тут их Очень быстро Разнесли Они даже Не успели Ударить Никто Но Это еще Не конец Это еще Не конец У нас Последний Поединок Так Крэнк Классический ДНК Получили И вот Он Последний Поединок Здесь Здесь будет Вот этот Вот Глаз Ну в принципе Глаз Ребята Разбирается Довольно Легко Если у нас Будут Такие удары Как Прибивной Уклонение Да Чтобы мы Могли Там Избежать С тобой Массовой Атаки Блин Почему Там Майки И Донателло Получает Уроны Но это Потому что Ребята Они 80 И 90 Уровня Соточки Как ты видишь Даже Не страдают От этого Минус Банка Так Маузера Не завалили Давай так Сделаем Окей Хилку Пока Наверное Не будем Трать С тобой Пригодится Я думаю Да А вот Провокацию Нарфаэля Наверное Надо будет Поставить Я Наверное Так и Сделаю Так Рафик Будь добр Вставай В стойку Чтоб Ты Давал Им Уже Ответку Чтоб Это Быстрее Все Дело Шло У нас Окей Блин Тут бы Как раз Сюрики Пригодились Ага Этот Хотел сказать Он поставил На себя Месть Но мы Его сразу Рубанули Ну вот И Хорошо Минус Маузер Минус Банка Добей Красавчик Так Провокация Провокация По моему До сих пор Стоит У нас Она на Два Хода Хиляться Здесь Не собираюсь Пока А вот Защиту Наверное Поставлю Поставили С тобой Защиту Так Раф Добивай Его Уклонение Уклонение Пока Не будем Делать А они Ускорение Поставили себе Это Маузер Друзья Мои Когда кричал Сейчас Попробуем Сделать Вот Так Я даже Не знаю Хотелось бы Конечно Ребят Потратить Вот этот Проникающий Удар Да Ты Достал Уже Опять В Доне Да Конечно Он будет Сейчас Его Просто Допикать Плюс У него Сильный Атак Ребят Наверное Нам Придется С вами Поставить Уклонение Я Не хотел Его Сейчас Тратить Вот Серьезно Те Говорю И Хил Тем более Не хотел Трать Но Просто Приходится Иначе Разберут Нас Тут Донни Может Погинуть А я Хочу На Три Звездочки Пройти Как Ты Запарил А Окей Ну Что Первый Этаж Второй Потом Третий Поехали Так Проникающий Мы с тобой Оставляем На Глаз Оу Как Он Интересно 80 Уровня Встан Загнал Леонардо Это Что-то Новенькое Ребят Да Ты Запарил Ты Посмотри Второго Загнал Встан Что Его Усилили Что Я не могу Понять Такого Не было Раньше Так Вторая Клешня Давай Подумаем Все Так Наверное Придется Мне взять Провокацию Здесь Пускай Этот А у Него Щупальца Массовая Атака Да 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 Массовая Атака Поэтому Нам Нужно Еще Вот Хильнемся Хильнемся И Проникающий Пока Тратить Я не Собираюсь А вот Усиление Атаки Я пожалуй Сделаю Блин Понизил Броню Ты что Ага Все Вернул Так Давай Сделаем С тобой Уклонение Потому что После этой Клишни У нас Будет Защиту Не будем Пока С тобой Тратить Да Чтоб Тебя Доня Ну Е-мое Так И вон Они стоят Уже Ахламоны Ждут Меня Поджидают Ну-ка Давай Начнем Вот с этого С кренга Хопа Судара Ты прикинь Судара Ребята Красавчики Так Ну здесь Можно массовую Атаку Потратить Главное Проникающие Оставить Так Этот Иммун Увешает Понятное Дело А Иммун С постепенным Ребята Исцелением Вот что он Делает Вот откуда Оно берется Гранаты Да Плешивые Бросил Ну что Добиваем Блин Здоровья Маловато Твою налево Ну я думаю Успеем справиться Мы с этим Глазом Давай Открывайся Поехали Блин Мне не нравится Что здесь Мало Здоровья Хильнемся Или проникаем Давай наверное Хильнемся Все таки Может было бы Проникающий Но я боюсь Что он сейчас Начнет в ртушку Ту свою делать Вот Видишь Понизил Броню Чего он тут Только не сделал Ребят Обратно Так Сейчас наверное Вот проникающий Ай 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 Вот 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 Начинает Триндец Друзья мои Все Доню убивает Прикинь Прикинь Он просто Убил Мне Донателло Блин Почему он Два раза Подряд Сделал Свою вертушку Тут Блин Ребят Ну я на самом деле Хотел пройти На три звезды Здесь Мне нужен Фарм Хотя Фиг его знает Нужен ли он Мне здесь И хватит У меня сыра Ну завтра Понедельник Может быть Тут у нас По фарму Получается В принципе Как и здесь Особой роли Не играет Ну да В принципе Так А что у нас Вот здесь Давай посмотрим Так Вот такие Жетоны 70 Ну в принципе Здесь Можно Одно Испытание Пройти Я думаю Что второе Вряд ли Мы с собой Осилим В связи С тем Что вот Эти персонажи У меня Слабые Ну кроме Армагона Конечно Но на одном Армагоне Ты тоже Извини меня Далеко Не уйдешь Верно Поехали Ванюша Так Шикарно Вторая волна Монда Гека Эйприл И Кейси Давай Джастин Прекрасно Так Уничтожаем С тобой Сразу Эйприл Чтобы не хилялась Потом Идет Кейси Ну а Монда Гека Что он сделал Ничего На тебе А на третьей Волне у нас Ага Железноголовый Плюс Роквелл Вот так Вот Плюс Еще Массовая Атака Джастина И Блин Наверное Вот этого Подобьем И плюс Волунчик Ну тут Хорошо Все получается Вот Дилемма В том Что Что теперь Фармить Все таки Кренга Рокса Гибибоба Шреддера Или что Или вот эти Вот Элементы Я даже Не знаю Тут Всего Лишь Три Испытания Да Ну как Ты видишь Тут Восьмидесят Уровень Нет Конечно Можно Попробовать Можно Рискнуть Сам Понимаешь Эмблемки Лишние Никогда Не будут Но то Что У них Тут Восьмидесят Уровень Это Конечно Меня Не радует Так Зэк Бросает Бомбочку Давай Вот так Наверное Сделаем Норм Так Уклоняшку Да Вешает Уклоняшку Конечно Минус Двоечка Ага Прекрасно На второй волне Ну та же самая Команда Что и была Давай Наверное Понизим Понизим Броню им Фигня Как это Получилось Давай Валун Бросим Да и все Эй Нифига Се Тимоти Ты че Оборзел Кто Кто Тимоти Выжил Ох Ё Тут Слэш Уже Головый Так Прижаем Атаку Меткость Наверное Вот так Вот Сделать Ой Я хотел Выстрел Сделать Блин Я хотел Выстрел Сделать Но Сделать Пинок Ладно Хорошо Так Твою налево Ну ты посмотри Как она хиляет А Полностью Все здоровье Остановила Им А блин Ну и что делать Ого Ты видел Ванюша Как кожеголовому Сейчас сделал Выстрел Все ХП Почти Снес Так Эйпл Иди отсюда И этого Добиваем Упс Не вышло Что-то Окей Второе Событие Мы с тобой Тоже Прошли Может быть Нам попробовать Третье Но там По-моему 90 уровень Вряд ли Мы осилим Вот этим Отрядом Мы с тобой В реакте Здесь Справимся Посмотрим Да Ну тут Конечно Люто Нет Если бы У нас Был бы Какой-нибудь Медик Хиллер Можно было бы Тогда Рискнуть Но один Армагон И Ванька 90 уровня Остальные все Этот Вообще 70 Нет Ребят Не будем Рисковать Я лучше Знаю что Попробую Все-таки Вытащить Кренга Дема Я не то делаю Да Что Об Тебе Ну Давай Маяки Какие-то Выпали Радарные Е Ес Камон Так И хотелось бы Конечно Мне еще Глянуть Сколько Нам Вообще Там Нужно ДНК Кренга Да по-моему Там Дофигище Друзья У нас В данный Момент 24 ДНК Это Получается Нам нужно Еще 76 76 Ребят Это Очень Много Слэшек Мой Да Тоже Много ДНК Вот Шреддер Классика Ребята Всего 4 ДНК И он Перейдет В золотой Ранг Кожеголовый 5 ДНК Тоже Перейдет В золотой Ранг Ну На Рокстеди Очень Много Надо Еще Вот Рокстеди Кролик Сколько Тут 9 ДНК Нужно Роквел Тоже У нас Не в Золотом Ранге Бибоб Классический Тоже Не в Золотом Ой Ребят Еще Очень Много Пит У нас То есть В золотой Ранг Еще Нужно Как Минимум 6 Или 7 Бойцов Переводить Да Это Много Но Зато Есть Чем Заняться Ну Что Друзья Мои Наверное Будем Закругляться На этом Все Что Я смог Сегодня Я Сделал Старался По крайней Мере И Обязательно Увидимся Уже В следующей Серии Так Что Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков